Здравствуйте! После этого короткого видео вам станет ясно, что установка фильтра Barrier Expert под силу любому, кто способен держать в руках отвертку и дрель. Перед началом работы, чтобы не устроить в квартире поток, не забудьте перекрыть кран холодной воды. Соответствующий вентиль, как правило, расположен или непосредственно под мойкой, или в санузле в специальном коробе. После этого сбросьте давление в трубе простым открыванием крана холодной воды. Подготовка завершена. Начинаем. Вот новый отдельный кран для нашего фильтра. Ему нужно найти такое место, чтобы было удобно пользоваться, и при этом, чтобы не было проблем с его креплением и подключением. Обычно выбирается угол мойки или примыкающий к нему участок столешницы. Мы установим кран на столешницу. Для этого просверлим в ней отверстие сверлом с диаметром 12 мм. Перед тем, как устанавливать кран, не забываем надеть на его нижнюю часть резьбой декоративную хромированную накладку и резиновую шайбу. Она большего диаметра. Вставляем кран в отверстие. Снизу надеваем на него чуть меньшую по размеру пластиковую шайбу и совсем небольшую металлическую. Полученную конструкцию затягиваем гайкой при помощи рожкового ключа на 14. Навинчиваем снизу фитинг. Убедитесь, что внутри него установлено резиновое кольцо-прокладка. Первый этап пройден. Вот что должно получиться в результате. Следующий этап – установка переходника адаптера. Разводным ключом отсоединяем гибкую подводку смесителя от трубы с холодной водой. И на ее место навинчиваем адаптер. Убедитесь, что резиновое уплотнение находится на своем месте. И опять-таки через прокладку навинчиваем на адаптер только что снятую гибкую подводку. Итак, врезка водопровод сделана. Приступаем непосредственно к установке фильтра. Выбирая место под раковиной, следует помнить, что длина пластиковых трубок, поставляемых в комплекте, составляет 1 метр. В этих пределах должно быть расстояние от фильтра и до крана с чистой водой, и до адаптера. Если с местом определились, то дальше все просто. Разметить точки для ворачивания саморезов поможет вот такой шаблон-наклейка. А рулетка или ледейка вам понадобится лишь для того, чтобы измерить расстояние от нижнего края наклейки до дна кухонного шкафа. Оно должно быть не менее 32 см. Теперь вкручиваем в соответствующие маркеры на шаблоне саморезы и подвешиваем на них корпус. Очередной, уже третий этап позади. Самое время подключить наш фильтр к водопроводу. Для этого отворачиваем гайку шарового вентиля и надеваем ее на одну из пластиковых трубок. Трубку, в свою очередь, с усилием натягиваем на шаровый вентиль. А гайку затягиваем рукой. Во избежание повреждения пластиковой трубки не рекомендуется использовать специальные инструменты. Другой конец этой же трубки просто вставляем до упора в фитинг на корпусе водоочистителя со стороны первой ступени. Для удобства можете воспользоваться угловым фитингом. Не переживайте по поводу надежности соединения. Инновационная технология Push-in Fitting обеспечивает полную герметичность при невероятной простоте сборки. Главное вставить пластиковую трубку в фитинг до упора на глубину примерно 17 мм. Если вам потребуется разобрать полученное соединение, просто прижмите цангу фитинга до упора и потяните трубку на себя. Теперь при помощи второй пластиковой трубки мы соединяем выходной фитинг на корпусе водоочистителя с фитингом крана чистой воды. Мы на финишной прямой. Осталось лишь установить фильтр-элементы. Для этого не потребуется никаких инструментов. Начнем с номер один. Его гнездо крайнее слева. Вставляем фильтр-элемент в корпус и поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке. Важно убедиться, что его треугольная метка совместилась точно такой же на корпусе. Повторяем те же шаги со вторым и третьим фильтр-элементами. Барьер-эксперт полностью готов к работе. Но перед тем, как пускать воду, убедитесь, что фильтр подключен в соответствии с этой схемой. Если все правильно, то пора наполнять систему водой. Проверяем, чтобы шаровый вентиль находился в закрытом положении. Открываем кран чистой воды. Открываем вентиль на трубе с холодной водой. И, наконец, открываем шаровый вентиль, подающий воду на фильтр. Вода потечет не сразу. Сначала она должна заполнить систему. Для этого требуется некоторое время. И вот очищенная вода полилась из соответствующего крана. Теперь его стоит закрыть и убедиться в отсутствии протечек под раковиной. Проверьте герметичность всех соединений. Если необходимо, подтяните. Открываем кран снова. Поначалу вода может быть мутной или темной. И это не повод для беспокойства. Даже если вода на глаз кажется вполне чистой, необходимо промыть фильтр и фильтр-элементы в течение 10 минут. После этого шаровым вентилем отрегулируйте напор воды так, чтобы ее расход составлял около 2 литров в минуту. Иначе говоря, обычный стакан должен наполняться примерно за 6 секунд. Именно при такой скорости потока достигается оптимальный контакт воды с сорбентом, а значит, и наилучшая чистка. Все. Ваш фильтр-барьер полностью готов к работе. Бейте на здоровье чистую воду. Но не забывайте в течение первой недели эксплуатации ежедневно проверять надежность соединений. И, конечно же, регулярно меняйте сменные фильтр-элементы. А сделать это проще простого. Перекройте шаровый вентиль. Убросьте давление в кране чистой воды, открыв его. Установите комплект новых фильтр-элементов. Откройте шаровый вентиль. Ваш барьер-эксперт снова готов к работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова